МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове. Эксклюзив «Неподдельные эмоции. То, к чему нельзя быть равнодушным». В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко о самом важном. Жигули не выдержали такого удара. Два человека погибли, и еще один получил травмы в результате ДТП на советском тракте. В прошлый раз мусоровоз, теперь автоцистерна. Очень голодная яма на улице Стахановской едва не съела грузовик. Въехал в толпу пешеходов. Виновники ДТП на улице Ленина остались весьма довольными решением суда. Криминальный дуэт. В Кирове СОБР и сотрудники Управления экономической безопасности прикрыли два игровых клуба. Едва не убил прохожего. На Октябрьском проспекте пешеход увернулся от летящей на него иномарки. Два человека погибли, и еще один получил травмы в результате ДТП на советском тракте. 7 марта там столкнулись три автомобиля. Ниссан, Семерка и Форд Транзит. Больше информации об этом во взоре аварий. ДТП произошло 7 марта в 12 часов 55 минут на 30-м километре советского тракта. Это Кировочепецкий район. По предварительным данным столкнулись Ниссан Икстрейл, Жигули 7 модели и Форд Транзит. После мощного удара серьезные повреждения получил отечественный седан. 68-летний водитель классики и его 71-летняя пассажирка погибли. 20-летняя пассажирка фургона получила травмы. Медики оказали девушке помощь. Сейчас по факту смертельного ДТП следователи проводят проверку. Еще одна трагедия произошла рано утром 8 марта в Орловском районе. По предварительным данным, 63-летний водитель «Газели» столкнулся со встречным грузовиком «ГАЗ». От лобового удара погиб водитель фургона. В причинах аварии сейчас разбираются следователи. В Орбашском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительным данным, 34-летний водитель «Нивы» выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил «Фольксваген Пассад». В итоге водители на марке, а также две его пассажирки, 39-летняя женщина и 14-летняя девочка, получили травмы. Они обратились за медицинской помощью. В советском районе пострадал водитель «Рено Сандера». По предварительным данным, 55-летний мужчина наехал настоящий автомобиль «ГАЗ». На место ДТП вызвали бригаду скорой помощи. В Кирове на улице Ивана Попова произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 35-летний водитель «Киа Соррентон» на пешеходном переходе наехал на 62-летнюю женщину. После этого ее сбил 51-летний водитель «Тойоты». Пострадавшую увезли в больницу. Сергей Пичугин. Место происшествия. Ну, очень голодная яма на улице Стахановской едва не съела очередной грузовик. Автоцистерна глубоко провалилась по землю и спасать ее пришлось трактористам. Напомним, в прошлый раз обедом ямы чуть не стал мусоровоз. Совсем неаппетитные кадры в рубрике «Сводка». Алексей Стаханов – советский шахтер, герой социалистического труда. При жизни он вряд ли мог себе представить, что в 2022 году своего рода шахта появится и на улице Стахановской. Именно туда и провалился очередной грузовик. Кадры ЧП сняли на камеру очевидцы. Примерно месяц назад в эту же огромную яму угодил мусоровоз. Теперь автоцистерна. И здесь не бездорожье и не стройплощадка, а дорога, по которой должны ездить машины. В обоих случаях спецтехнику доставали с помощью тросов и тракторов. Операция по спасению не быстрая, но в итоге все закончилось хэппи-эндом. Однако очевидцы беспокоятся, что голодная яма попытается съесть кого-то еще. В Кирове в гаражном кооперативе вспыхнул бокс. На место выехали пожарные. Они помогли открыть ворота и пролили очаг возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. Из деревни Цепелики Ровочепецкого района пропал 26-летний Роман Распертов. С 28 февраля о его местонахождении ничего не известно. Информацию о Романе можно сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 102. Жители Белой Холуницы волнуются за здоровье юного квадроциклиста и других участников движения. Мальчик гоняет по городу на четырехколесном друге, и у него явно нет прав и навыков для вождения. Очевидцы просят родителей водителя забрать у него ключи. Сергей Пичугин. Место происшествия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это первые минуты после ДТП. Раненые пешеходы лежат на тротуаре. Тяжелые травмы получили 66-летняя женщина. У нее медики зафиксировали перелом черепа. И 51-летний мужчина после столкновения сломал несколько ребер. От столкновения автомобиль Лада Гранта выехал на тротуар и совершила наезд на трех пешеходов, а также на дорожный знак. В результате происшествия мужчина и две женщины-пешеходы получили травмы. А на этой съемке видно, как произошло ДТП. Водитель Гранты не ехал, а летел. А водитель гольфа пытался повернуть налево. Судя по этим кадрам, в момент аварии произошла смена сигналов светофора. В итоге следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Пострадавших спустя месяц выписали из больницы. И они продолжали лечение на дому. После проверки обвинения предъявили обоим водителям. По иронии судьбы, водителем Гранты оказался уже известный всему городу Николай Кондратьев. Это именно тот 27-летний молодой человек, который в июле прошлого года ударил женщину на улице Грибоедова и сломал ей нос. За этот удар его осудили, а вот за ДТП с пострадавшими Николаю и водителю Volkswagen Сергею Кулакову удалось избежать наказания. До суда они возместили потерпевшим пешеходам ущерб и принесли свои извинения. В итоге пострадавшие пошли на примирение и в суде уголовное дело прекратили. Постановление не вступило в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия. Сейчас будет короткая пауза. Немного передохнем. Криминальный дуэт. В Кирове СОБР и сотрудники управления экономической безопасности прикрыли два игровых клуба. Едва не убил прохожего. На Октябрьском проспекте пешеход увернулся от летящей на него иномарки. Отличная реакция. На улице Шинников подросток выскочил из-за машины и побежал через дорогу. Проект «Место происшествия» на первом городском телеканале в Кирове и мы продолжаем эфир. Брали штурмом СОБР и сотрудники управления экономической безопасности прикрыли два игровых зала на улицах Воровского и Горького. Как выяснилось, руководили этим незаконным бизнесом пара 1976 года рождения. Кстати, еще одна точка на улице Пролетарской тоже принадлежала им. Далее смотрите кадры оперативной съемки. Серьезные мужчины в Балаклавах – последние посетители игрового клуба на улице Воровского. Правда, шли они туда не для игр и наживы. Не просто терминал в магазине и не забегаловка с однорукими бандитами, а едва ли не казино с современным интерьером и оборудованием. Огромный зал, много компьютеров и шикарный сервис для клиентов. Почти такой же зал полицейские навестили и на улице Горького. Оказалось, это сеть игровых клубов. У нее есть два владельца. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Кировской области пресекли деятельность двоих кировчан – мужчины и женщины, оба 1976 года рождения, которые незаконно организовали и проводили азартные игры в трех подпольных игровых залах на территории областного центра. Как выяснилось, криминальный дуэт причастен к организации клуба на улице Пролетарской. Вот кадры, сделанные в январе. Картина та же. По данным полиции, тогда было изъято 14 компьютеров. Февральский улов – богаче. Их работа была пресечена. В ходе обысков изъято 18 единиц оборудования, имеющего признаки игрового аппаратура для доступа в сеть интернет и наличной деньги. Полиция передала материалы в Средственный комитет и следком возбудил уголовное дело. Статья «Организация азартных игр по предварительному сговору». Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы. Сергей Пичугин. Место происшествия. На Октябрьском проспекте пешеход увернулся от летящей на него иномарки. Водитель решил проскочить перекресток на красный сигнал и попал под удар кроссовера. О нарушениях и хорошей реакции в рубрике «Видеорегистратор». На Октябрьском проспекте шофер на кроссовере подровнял седан, который летел на красный сигнал. Автомобиль едва не перевернулся и не убил прохожего. Если присмотреться, видно, что парень-пешеход увернулся от удара и остался жив. На улице Московской у перекрестка водитель «Дастера» решил объехать попутные автомобили по левому ряду. Впрочем, вернуться обратно в средний ряд получилось не сразу. Никто не пропускал самого умного. В итоге произошло ДТП. Нарушитель зацепил Логан. Похожая авария произошла на улице Щерса. Водитель «Ауди» перестраивался в левый ряд и не заметил попутную 11-ю модель ВАЗа. На улице Шинников подросток выскочил из-за машины и побежал через дорогу. При этом парень смотрел налево, а не направо. Чтобы не сбить школьников, водителю пришлось пропахать колесами снежную обочину. На улице Воровского водителю «Митсубиси» пришло в голову, что можно из левого ряда сразу уехать направо. Задачу водитель выполнил, правда, чуть не спровоцировал ДТП. Наглости нет предела. На улице Щерса водитель «Приоры» повернул налево со встречной полосы. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас традиционная рубрика «Без происшествий». Слово коллеги Илье Кошкину. Всем привет! У многих автомобилистов есть собственные гаражи, в которых они ремонтируют свои автомобили. Но часто бывает такое, что там не хватает либо инструмента, либо какого-то оборудования. Поэтому сегодня мы решили посетить одно интересное место в нашем городе. Это гараж самообслуживания. Конечно же, на вашем автомобиле самостоятельно можно поменять свечи, воздушный фильтр, аккумулятор, сменить предохранители. Но для этого нужны приспособления. И здесь мы нашли несколько комплектов ручного инструмента и необходимое электрооборудование. Трещотки, насадки разных размеров, гаечные ключи, шуруповерты и многое другое. А если во время ремонта у вас потерялось несколько болтов или гаек, бежать в магазин не надо. Здесь точно можно найти им замену. Шурупы, саморезы, гайки и шайбы популярных размеров присутствуют в специальных лотках. Многие знают, что открутить руками можно все, что угодно. Но для облегчения этих манипуляций давно был изобретен пневмоинструмент. А вот и он. Шланг у этого инструмента довольно-таки длинный, поэтому с ним можно работать в любом уголке бокса. Следить за своим автомобилем нужно не только сверху, но и снизу. И благодаря смотровой яме в этом гараже можно добраться к любому узлу под днищем автомобиля. Заниматься машиной будет удобно, благодаря яркому свету и комфортной температуре воздуха. Во время любой работы стоит выделять время на отдых. Здесь можно совместить приятное с полезным. Если вы устали, сделайте пару фоток с крутым чоппером. Здесь есть даже пресс, но если вы с ним ни разу не работали, можно обратиться к мастерам. Если у вас возникают вопросы по наличию инструмента и использованию оборудования, то вы всегда можете обратиться к нам. Мы объясним, как устроено сложное оборудование, и в дальнейшем вы сможете работать сами. А после ремонта все можно привести в порядок. Например, салон пропылесосить, а кузов помыть с помощью профессиональной автомойки. И можно навести лоск с помощью частичек средств. Здесь все как в хорошем автосервисе, но только делайте ремонт вы своими руками. Скажу еще по секрету, час стоит всего лишь 450 рублей. Сегодня мы были в автосервисе самообслуживания ТОТ ГАРАЖ. Теплый бокс, весь необходимый инструмент, профессиональное оборудование, смотровая яма, автомойка и комната отдыха. Знаешь устройство своего автомобиля? Тогда устрани неисправности своими руками в уютном месте. ТОТ ГАРАЖ. Верхосунская 4В. Запишись заранее. И на сегодня это все. Отправить ваше видео с комментарием можно по номеру, указанному на экране. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok